Всем привет! Итак, сегодняшний ролик у меня будет состоять из разбора трех партий Александра Александровича Олехина. Ну, не полного, то есть только одну партию мы разберем полностью. Сыгранных им на турнире в Нью-Йорке в 1924 году. Итак, в Староиндийской защите, вот мы видим основную позицию Староиндийской защиты на доске. Александр Александрович во всех трех партиях сыграл и в 2 и в 4. И вообще он был уверен, что этот ход, то есть вариант четырех пешек, является чуть ли не опровержением Староиндийской защиты. К этой позиции пришли три партии Александра Александровича на международном турнире в Нью-Йорке в 1924 году. Фрэнк Маршал сыграл против него слон g4. И после слон е2, конь c6, белые захватили пространство. И в этой позиции сделали очень интересный ход. Александр Александрович снабжает его восклицательным знаком и следующим примечанием. Значит, конь g5 гораздо сильнее, чем шаблонная h3, потому что белые разменивают своего малополезного слона е2 и создают угрозу продвижения пешки е. После размена черным приходится играть h6, иначе угрожает e4, e5, e6 с очень серьезным ослаблением вражеского короля. Ну и после е6 сильный ход и очень энергичный е5 приводит к тому, что белые полностью захватили центр. Угрожают сыграть просто h3, забрать коня. Приходится бить еd, и ходом е6 создаются серьезные угрозы вражескому королю. После еф король бьет f7 Александр Александрович сыграл ферз d2, а в книжке международные турниры в Нью-Йорке 1924-1927 год прокомментировал, что ход ферз c2 практически заканчивает партию, так как на d4, ну или dc последует конь d5, и в общем-то у черных серьезные проблемы с защитой короля. Также неудачно конь df6 из-за размена на d5, вот так, виноват, ферзь бьет d5, ладья d1 с победоносной атакой белых. Он сыграл ферзь d2, и партия после длительной сложной борьбы, снова Александр Александрович несколько раз выпускал победу, завершилась в ничью. Эдуард Ласкер, да, по-моему, именно Эдуард Ласкер в шестнадцатом туре сыграл против него e5. К этому ходу Александр Александрович поставил восклицательный знак, но все равно вот эта позиция считалась, про эту позицию написал, что у белых лучше, уже угрожает c5. Черным приходится ставить коня на d7, теперь нехорошо играть слон e3 ввиду конь g4 с дальнейшим f5. У черных отличная игра, к ходу e5 Александр Александрович поставил восклицательный знак, но сейчас, кстати, сообщу, что чаще играют конь a6, сохраняя возможности и c5, и e5. После слон d3, конь c5, слон c2, a5, возникла снова сложнейшая позиция, к ходу ферзь d6 еще один восклицательный знак. Так, черные вызывают ход конь b5, который после ферзь e7 оказался бы просто потерей темпа. При этом ферзь пограживает в каких-то вариантах перейти на b6 и создать угрозу белому королю. Ферзь e1, очень сильный маневр ферзя, ферзь идет, так, ферзь d6 восклицательный знак поставим. Ферзь e1 тоже очень хороший ход, ферзь отправляется на h4 с целью создания атаки. У белых скрыта линия f, у них большой перевес в центре, и в целом эта позиция выглядит для белых очень даже перспективной. При этом помимо игры на королевском фланге, есть возможность еще и стандартной для староиндийской защиты потихонечку подготовить движение пешек на ферзьевом фланге и в центре. Ладья e8, еще один полезный ход, король h1. На слон h6 последовало бы конь h5, и черные получали бы отличную игру за счет игры по черным полям. Игру за счет игры... ну ладно, извините за тавтологию небольшую, да. Х5, и Александр Александрович приступает к стандартному плану. Вот тоже очень важная позиция, у белых... белые сумели провести b4, и здесь следовало сделать один аккуратный ход. Кстати, ходу коня h6 тоже восклицательный знак Александр Александрович поставил. Один аккуратный ход ладья b1, не только защищая пешку b4, которую просто нельзя брать, так как после конь b4 следует слон h3, и черные теряют коня. Здесь Александр Александрович поторопился, и после мощного хода ферзь f6, но по мнению Александра Александровича, белым приходится перейти в веншпиль, которого нельзя избежать, потому что на слон g5 последует конь бьет g5, и белые лишились важного слона, а пешка b4, она подвисает. Ну и после ферзь бьет f6, конь бьет f6, все еще стоило, пишет Александр Александрович, сыграть ладья b1, сохраняя шансы на ничью. Он сыграл неудачно, сыграл c6, и после конь бьет e4, конь бьет e4, у черных был сильный ход, слон бьет b5, выигрывающий партию. Ну, тем не менее, мы видим, что преимущество удалось и при таком развитии добиться белым. Ну, а в партии против Ейца, сыгранной в 15-м туре, Ейц использовал рекомендацию Берна, он сыграл на коне f3, конь c6. Ход очень сурово раскритикован Александром Александровичем в книге. То есть, он пишет, что и конь bd7, и немедленный e5 явно сильнее. К ходу конь d7, он тоже отмечает, что это очень недлительный ход, хоть и стандартный для подобных ситуаций. А в белых требуется лишь сделать один точный ход слон e3, который Александр Александрович, естественно, исполнил. С тем, чтобы черный конь не смог попасть на d4. То есть, снова мы видим, что белые захватили пространство в центре. И после хода c5, которому Александр Александрович стоит восклицательный знак, он пишет, что эта позиция уже стратегически выиграна для белых. То есть, именно не большой перевес, а совершенно выиграна. Потому что в этом варианте только владение полем c5 может дать черным достаточную контр-игру. Но, кстати, как мы видели только что в партии Олетин Эдуард Ласкер, даже владение полем c5 недостаточно, потому что коня с c5 черные сгоняют. Иначе говоря, действительно, вариант четырех пешек в 20-е годы ставил колоссальные проблемы перед черными. Ну и не только в 20-е, то есть и по сей день. Многие не знают, как с этим вариантом бороться. Есть партии современных гроссмейстеров, где после f4 белые в одни ворота раскатывают противника. Но эта партия закончилась уже достаточно быстро. Белые удерживают пешку на c5. И создали массу угроз, от которых черные не могут защититься. И d6, и c6 пограживают. Если сыграть f5... Ну, что еще тут важно сказать? Что все время надо считаться с выпадом конь g5. Не то, чтобы на f5 сразу конь g5. Но там на f5 последует d6. Слон идет на c4, конь на g5. И у черных огромные проблемы. Опять же, не годится, ну, скажем, ход ладья e8. Отмечается Александром Александровичем, что на ладья e8 следует конь g5. Ну или на ладья d8. Кстати, на f5 не d6 Александр Александрович рекомендует, а сначала слон c4. Но это приводит практически к перестановке ходов. Еще и ef считает, что очень важно получить поле h5 для ферзя. Да, это, видимо, более точно. А d6, черные хода d6 избежать не могут. После h6, ну, белые просто выигрывают качество. Слон бьет a6. Александр Александрович ставит к этому восклицательный знак. Но, тем не менее, отмечает, что ферзь d2, выигрывая пешку h6 или a5, также приводило к легко выигранной позиции. А после слон бьет a6. Здесь ладья бьет a6, c6. Белые выиграли качество. С одной стороны, у черных появился мощный чернопольный слон за качество. С другой стороны, их конь b8 пока что жалок. Но, конечно, от белых требуется достаточно точная игра. Потому что, если сейчас черные съедят на c6, поставят коня на d4, слона c8 активизируют, у них появятся шансы на спасение. Точный ход конь c3. Белые перевели коня в центр. Подключили еще одну ладью к атаке. И партия уже очень быстро заканчивается. Заканчивается симпатичным ударом. С таким комментарием. Это влечет за собой сразу несколько разменов, которые полностью проясняют положение. Словно c6, конь c4. Ну и в связи с угрозами по линии f, черным пришлось разменять вообще все. И в этой позиции они сдались. В общем, спасибо за внимание. С вами был международный космейстер Роман Ивич. Подписывайтесь, лайки, дизлайки. — С вами был я, Алексеев? —